всем привет дорогие друзья сегодня 30 декабря но я думаю что вы это видео смотрите уже после того как наступил новый год я снимаю для вас видео каждый день я выкладываю через день поэтому немножко они выходят задержкой но все-таки поздравляю вас с наступившим новым годом пишите обязательно в комментариях как вы отпраздновали новый год ну а сегодня 30 декабря 9 часов утра воскресенье я иду по кое-каким своим делам да да воскресенье в 9 утра представляете погода сегодня обещает быть очень хорошей солнце вышло из-за горизонта светит ярко здесь не видно но пока ехала на автобусе было очень красиво в общем ночью шел дождик видите влажный асфальт еще влажный сырой и сейчас я иду на одну встречу и после этой встречи мы с вами отправимся на противоположную сторону и посмотрим что там у нас с пляжем в тосмуре да я нахожусь сейчас в тосмуре в общем друзья еще раз наступившим но мое видео это привет из прошлого года 2018 в общем идем с вами на пляж и гулять по тосмуре по алане встреча моя закончилась сейчас 10 утра и вы видите за мной ярко-ярко светит солнце посмотрите какая у нас красота небо прям голубое голубое пальмы зеленые в общем чтобы не засвечивать покажу вам перевернуть сейчас камеры и будем идти вместе гулять по алане вот на такой прекрасно носит друзья закончилась у меня батарейка на камеру батарейку зарядила и сейчас мы едем в магазин и все-таки хочу вам показать что в алане сегодня видела даже фотографии видео народ сегодня купался 30 декабря в общем днем была очень классная погода сейчас уже пять часов солнце заходит но все равно достаточно тепло на солнце даже в общем народ гуляет катается на велосипедах даже некоторые шортов но это наверное самые активные спортсмены или туристы на пляже тоже люди прогуливаются отдыхают сидят просто сидят дышат морем айхан 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 как дела мы с в мопеде едем в магазин сейчас быстренько спущусь на пляж как я уже говорила сегодня видела как люди купались на клеопатре по моему центре вот такое вот оно море в декабре солнце светит прям очень-очень ярко кто-то ловит рыбу и волн сегодня нет потрясающее сегодня 30 если завтра новый год будет такая классная погода это было бы супер 1 очаг 2019 сегодня 1 января 2019 года а вот 8 derece 8 градусов тепла в аланье мы идем да и в перчатках и в шапках и мы идем в офис нужно не сделать кое-какие распечатки и одновременно сегодня у нас такой выходной день одновременно покажем вам как выглядит алания 1 января сразу после нового года а вы обязательно пишите в комментариях как вы праздновали новый год мы праздновали новый год дома и сейчас вы увидите какой был фейерверк в аланье в новогоднюю ночь ну 1 нас irs и п Вау! Самая лучшая точка. Супер! На центральной улице Ататюрка улицы пустые, народ отдыхает по домам и начинается дождик. Поэтому сейчас, друзья, мы с вами пройдем в сторону моря и посмотрим, какое же у нас сегодня море 1 января 2019 года. Отсюда я уже вижу волны невероятной красоты. Вот такая вот она Алания 1 января. Очень красиво. Вчера или позавчера была очень теплая погода. Народ даже купался на Клеопатре. Поэтому заходите на нашу группу в Фейсбуке. Ссылка в описании к видео. И там вы сможете увидеть последние фотографии из Алании. Каждый день видео и фотографии. На пятничном рынке некоторые магазины открыты. Ну, в общем, 1 января не отличается ничем от обычного декабрьского дня или январского дня. В общем, от зимнего дня в Алании ничем не отличается. Все работают. А Новый год просто отпраздновали, посидели в Кругу Сумея и на следующий день необычный день. В центре немножко поживее народ гуляет. Но, как я уже сказала, сейчас самый обычный день. И мы идем в Бургер Кинг, чтобы купить мороженого и отправиться на набережную. Мы уже на набережной. Время близится к пяти. Народа не очень много. И такая температура достаточно комфортная. Но я все равно чувствую, что у меня замерзает нос. Как вы видите, зима 1 января. Вчера здесь было очень много народу. И вот оттуда с маяка пускали салют. Обычно с маяка пускают салют. И он разлетается и виден по всей Алане. В общем, зрелище такое, достаточно красивое. Алане у нас вечно зеленые. Зимой зелено, летом, весной, осенью всегда зелено. Лодок на набережной очень мало. Потому что они все, как я уже говорила раньше, они все в порту. Стоят на ремонте, их ремонтируют. Готовят к новому сезону, к лету. Все лодки ремонтируют каждый год. И обновляют для того, чтобы в сезон они хорошо работали. В общем, вот так вот, друзья, выглядит набережная. Без лодок. Видна здесь красная башня и крепость. Крепость Алании. Ловят рыбу. Мальчик что-то поймал. Учит его ловить рыбу. Вечно зеленые аланийские пальмы. Даже торговцы... Нет, есть торговцы кукурузой. Пишите в комментариях, кто любит кукурузу и жареные каштаны. Жареные каштаны и кукуруза. Особенно жареные каштаны традиционные для зимы. Но в этом году, как ни странно, продают кукурузу. Потому что зимой обычно кукурузу не продают, а только каштаны. А в этом году, видите, даже кукурузу продают. 3,5 лиры, по-моему, она стоит. Небольшие лодочки стоят на набережной, конечно же. Это не огромные прогулочные яхты, а небольшие лодочки, которые, возможно, тоже зимой ездят в туры. Вечерние туры. Кстати, кто не был на вечернем туре в Алане, когда вы приезжаете, обязательно съездите от набережной. Очень много яхт отходят в 10 часов вечера. Так, коты, по ходу дела, украли рыбу. Что-то украли. А, рыбу воруют вот эти наглые морды. О, балык. У мальчиков. Мальчики ловят, а они их воруют. Вот наше любимое кафе. На самом деле, днем в такую пасмурную погоду все выглядит не очень привлекательно. Но, когда спускается ночь и включают огни, подсветки, то вот она, наша крепость Аланийская. Вы знаете этот вид. Выглядит она просто потрясающе. Сейчас мы на пляже около мэрии Алани в центре. Даже здесь, видите, даже здесь сильные волны. Ну и вот так вот выглядит наша елка. Вечером, конечно, она загорается и выглядит еще лучше. Центральная улица Аланьи. Мы уже возвращаемся домой. Как вы видите, ближе к вечеру народу становится больше. Что сказать о погоде? Как я и раньше говорила, погода в декабре, январе и феврале непредсказуемая. Может один день быть настолько жарко, что люди загорают на пляже. А на следующий день, когда пасмурно, может быть очень холодно и мы надеваем шапки и перчатки. Поэтому, когда в Аланье зимой солнце, тогда жарко. А когда солнца нет и пасмурная погода, тогда становится очень холодно и температура опускается до ниже 10 градусов. Если говорить еще о температуре, в описании к моему видео и к моим видео есть ссылка на Метеорологический институт Турции. Обязательно смотрите там температуру воды и температуру воздуха. Также многие из вас задают вопрос о том, холодно это сколько. Так вот, друзья, когда температура в Аланье опускается до 10 градусов и ниже, плюс, конечно же, то это уже холодно, потому что здесь очень сильная влажность. А два года назад в Кестеле даже выпал снег. Есть фотки, сегодня мне Фейсбук напомнил об этом. Поэтому мы стараемся кутаться в шапки шарфы, теплое пальто и куртки. И стараемся, конечно же, не мерзнуть, потому что можно очень быстро простыть. В домах отопления у нас нет центрального. Вы спрашиваете также, чем мы обогреваемся. Обогреваемся мы кондиционерами и различными обогревателями. Но зима длится в Аланье всего 3 месяца. И мы 3 месяца обогреваемся, потом наступает самая классная пора. Потом наступает жара летняя и сентябрь-октябрь самое классное время в Аланье. Еще месяц, месяц-два и температура постепенно начнет повышаться и будет уже не так холодно, как сейчас. Вот такая вот она Аланье 1 января. Мы с вами на сегодня прощаемся. Желаем вам всего самого хорошего. С наступившим Новым Годом. Добро пожаловать в Аланье. Всем всего хорошего. Пока-пока.